Политическое напряжение в Киеве побуждает к рефлексии и к дискуссии, что и почему пошло не так. На днях появилось интервью лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахами, который вел переговоры с Россией в Стамбуле. Это единственные переговоры с начала войны, они прошли в марте прошлого года. Арахами рассказал, что ключевым условием России на этих переговорах был отказ Украины от вступления в НАТО. Вот его слова. Они действительно почти до последнего надеялись, что они нас дожмут до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем, как Финляндия когда-то, нейтралитет и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО. Фактически ключевой пункт был этот. Все остальное – косметические и политические приправки о денацификации русскоязычном населении и бла-бла-бла. Это получилось очень громкое заявление. И не случайно. Со слов Арахами выходит, что можно было договориться. Нейтральный статус, Украина не член НАТО и заканчивается война. Более того, тогда в Киев приехал британский премьер Борис Джонсон и убедил Зеленского, что соглашаться не надо, а надо воевать. Мимо такого подарка российская пропаганда пройти, разумеется, не могла. На российских телеканалах этот отрывок интервью Арахами крутит целиком, не жалеет времени. Мол, НАТЯ, смотрите сами. Это что же получается? Можно было закончить войну, можно было избежать жертв и разрушений, и украинское правительство что-то скрывает от своего народа. А Россия получается не агрессор, а, ну, как сказать, друг практически. И получается, все это время мы здесь все были правы. И получается, Путин говорил правду. И получается, можно было избежать сотен тысяч жертв. Российское посольство в Британии выпускает специальное заявление в адрес Лондона. Ну-ка, расскажите нам, как вы сорвали мир? Не желает ли британское правительство прокомментировать? Вот, пожалуйста, Арахами фактически подтвердил. Буча – это была провокация. Берет быка-зарака Мария Захарова. Владимир Соловьев рвет и мечет. Ну вот, все и объяснилось. А вы нам не верили. Вспомните, как нам кричали про Бучу, про злодеяний русских, про то, какие мы ужасны, про наши планы. Мы с самого начала говорили, это операция прикрытия, проведенная украинскими спецслужбами по указанию разработки британцев. Совсем массовым этим мощным пропагандистским туманом войны, который был выполнен британскими агентствами, специально нанятыми, там большое количество их было. Почему? Чтобы объяснить срыв. Интервью Арахамии Кремль превратил в компанию. Это важно понимать. Помощник Путина, бывший министр культуры Владимир Мединский, тогда в Стамбуле возглавлял российскую делегацию. Наверное, Путину нравится, какой за подписью Мединского получился школьный учебник истории. Хотя пришлось поправить главу про депортацию чеченцев и ингушей. Министр образования Кравцов представил в Чечне недавно, как сообщалось, исправленную версию учебника. Представить исправленную версию – это вот так, я просто напомню. К сожалению, в предыдущих редакциях учебника «История», на мой взгляд, некорректно излагались вопросы депортации. Мы с вашими коллегами были на связи и с вами, и со всеми главами регионов. Просто я не мог пройти мимо. Вот коллеги ознакомливаются в Чечне. Ну просто это красиво. Мединский так разошелся в сталинистском угаре, что Кравцов извиняется, ну то есть представляет исправленную версию перед Кадыровым. И главное, ничего страшного, действительно все можно исправить. Это же не догма. Если убедить авторов учебника в своей правоте, можно исправить любой исторический эпизод. Но вернемся к Арахамии, переговорам в Стамбуле и к кампании, которую организовал Кремль. Вот специально вызванный под камеры по такому случаю Мединский рассказывает, как все было. Эти откровения Арахамии, конечно, делают ему честь. Я добавлю только, что после 15 апреля, когда был готов предварительный текст мирного договора, в Киев приехал не только Борис Джонсон, а тут же спешно прилетели и главные хозяева. Главные хозяева – это, понятно, американцы. Запомним эту дату – 15 апреля. Готов предварительный текст. А теперь давайте вспомним, как все было на самом деле. Сначала встречи проходят на белорусской территории. Затем 5-6 марта подключается Эрдоган. Переговоры переезжают в Стамбул. 10 марта, через две недели после начала войны, в Стамбуле встречаются министры иностранных дел – Лавров и Кулеба. Становится понятно, что в повестке четыре основных пункта. Отношение Украины с НАТО и, кстати, с Евросоюзом. Территориальный вопрос – где проходит граница, статус Донбасса и Крыма. Демилитаризация – что происходит с украинской армией. И гарантии безопасности Украины. Кто и как ей гарантирует, что на этом война закончится и Россия больше не нападет. Условия Киева, суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются. Однако Киев в теории готов отложить вопрос о статусе Крыма и оккупированных еще в 2014-2015 годах территорий Донбасса на 15 лет. 16 марта Financial Times пишет про значительный прогресс. Украинские и российские переговорщики впервые обсудили предложенную сделку в полном объеме в понедельник, рассказали два источника, знакомые с ходом переговоров. По словам собеседников, проект из 15 пунктов, рассмотренный в тот день, предполагает отказ Киева от амбиции по вступлению в НАТО и обещание не размещать у себя иностранные военные базы и вооружения в обмен на защиту со стороны таких союзников, как США, Великобритания и Турция. Но вопрос в том, что происходит с остальными ключевыми пунктами. 25 марта Эрдоган говорит, что есть прогресс. По четырем пунктам. Нейтральный статус, положение русского языка в Украине, гарантии безопасности и Украина готова идти на определенные уступки, цитирую Эрдогана, по разоружению. Россия снимает свое требование по денацификации, передает Financial Times 28 марта. Украина отказывается от курса на НАТО, от иностранных военных баз на своей территории и от размещения ядерного оружия, в обмен на гарантии безопасности и перспективу вступления в ЕС. Заметим в скобках, потому что в Москве просто не верят, что это реально, все равно ее не возьмут в ЕС. Все это позволяет говорить о прогрессе в ходе переговоров. Правда, Financial Times отмечает такой момент. Другой человек, осведомленный о ходе переговоров, сказал, что Украина обеспокоена тем, что Россия меняет свою позицию практически день ото дня, как в плане военного давления, так и в отношении таких требований, как демилитаризация Киева. А это абсолютно ключевой вопрос. Допустим, вы даже договорились про границы. Ну, представим себе на секунду. Но если у Украины нет своей армии, то это де-факто капитуляция. По итогам 29 марта и российская мировая пресса пишут про прогресс. Но вопрос о разоружении не решен. И как раз в этот момент российская армия отступает из-под Киева. Москва пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Подают отступление, как жест доброй воли на переговорах. И как только российская армия уходит, собственно, именно поэтому мир взрывает свидетельства зверств российских военных в Буче. Борис Джонсон приезжает в Киев 9 апреля, когда мир уже осознает две вещи. В Буче, Ирпене, Бородянке, да и в Мариуполе были совершены страшные военные преступления. Путин отступает и продолжает отступать. 8 апреля российские войска ушли из Сумской области, например. Вот как украинская правда рассказывала про визит Джонсона через два месяца после его приезда. «Джонсон привез в Киев два простых месседжа. Путин – военный преступник. Его нужно дожимать, а не договариваться с ним. И второе. Если вы готовы с ним подписывать какие-то соглашения о гарантиях, то мы – нет. С вами можем, но не с ним. Он все равно всех бросит», – резюмирует суть визита Джонсона один из приближенных Зеленского. То есть Джонсон говорит, еще одни минские соглашения Запад с Путиным подписывать не будет. Какой смысл? В феврале 2015 года Петр Порошенко подписывал минские соглашения, по сути, отложенную капитуляцию Украины после дебальцевского разгрома и под угрозой дальнейшего наступления российской армии. А сейчас зачем? Зачем после провала путинского наступления договариваться с ним и легитимировать таким образом его вторжение? Неужели Украина была готова разоружиться? Вот что 3 апреля газета «Ведомости», российская газета «Ведомости» пишет про ход переговоров и про позицию Москвы по разоружению украинской армии. По словам Картунова, позиция России заключается в том, что армия Украины не должна быть больше 50 тысяч человек. А Украина, по словам эксперта, предлагает взять за образец Финляндию, оценить численность армии этой страны и провести корреляцию с учетом численности ее населения. Цитата, а это уже иные цифры. Это несовместимо. Позиции сторон различаются в разы. Россия только что напала на Украину, а теперь Украина откажется от своих вооруженных сил. Это невозможно. И можете ли вы представить себе, что Путин что-то подпишет, и российская армия вернется за границы 23 февраля, уйдет из Херсона и Мариуполя? Об этом потом говорил Арестович, при том, что он в переговорах не участвовал. Но разве можно в это поверить? В сентябре 22-го года агентство Reuters рассказало, как еще в самом начале войны, судя по всему, это конец февраля, начало марта, отвечавший тогда за Украину в Кремле, Дмитрий Козак, пришел к Путину с готовой сделкой с Киевом. Украина согласна на нейтральный статус, можно заканчивать войну. Ведь для этого ее начинали. А дальше было вот что. Несмотря на то, что ранее Путин поддерживал переговорный процесс, когда Козак представил ему сделку, он дал понять, что уступки, о которых договаривался его помощник, недостаточны. И что он расширил свои цели, включив в них аннексию украинской территории, говорят источники. В итоге сделка была отменена. А самого Козака после этого Путин снял с украинского направления за неблагонадежность. Военный нейтралитет Украины с самого начала, еще до войны, был поводом для вторжения. Декорацией. Путину всегда нужна была сама Украина, а не ее потенциальное членство в НАТО. С 2004 года уничтожение Украины – это его цель, с 2013-го – это его программа действий, а в апреле 22-го он вдруг готов вывести войска и закончить войну. Это несерьезно. Путин умеет договариваться только с позиций силы. А у Стамбула не было ни единого шанса. 15 апреля Москва передает Киеву проект мирового соглашения. То самое 15 апреля, про которое вспоминает Мединский. «Мяч на их стороне, ждем ответа», говорит Дмитрий Песков. И все на этом заканчивается. А через год с лишним Путин показывает эту бумагу лидерам африканских стран. Вот смотрите, договорились тогда с украинцами, были готовы остановить войну. Они все подписали и слились. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Это называется «следите за руками» – игра в наперстки. Причем буквально. Может быть, Арахамия подписал какой-то предварительный документ. Может быть, именно эту бумагу через год показывал Путин. Но текст, который Москва передала Киеву 15 апреля, в любом случае был другой. И под ним украинских подписей быть не могло. Это просто неправда. Вот 20 апреля Мария Захарова объясняет, что для России в повестке дня, я цитирую, нейтральный статус, демилитаризация, деноцификация, признание территориальных реалий, то есть российской оккупации, включая Крым и Донбасс. Тут нечего обсуждать. У Украины не было возможности заключить мир с Россией, который не стал бы капитуляцией. И сегодня такой возможности тоже нет. Сегодня вопрос не в том, можно ли договориться с Путиным. Сегодня вопрос в том, хватит ли Украины сил обороняться в следующем году, а если нет, то как и когда война Путина с Украиной превратится в войну Путина с НАТО?